Уже почти год прошел после завершения 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи. И сегодня мы поговорим о том, что же произошло в нашем округе, в нашем регионе в плане спорта, что изменилось и что будет дальше развиваться. И моим собеседником сегодня будет председатель комитета по физической культуре и спорту Департамента образования, культуры и спорта Ниньского автономного округа Шевелёв Игорь Павлович. Игорь Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Игорь Павлович, и актуальная тема на сегодня. Позади год физической культуры и что удалось изменить и как повлияло Олимпиада в Сочи на развитие спорта в нашем регионе? Да, значит, смотрите, не скажу, что напрямую зависят те изменения, которые у нас произошли с годом спорта, но, по крайней мере, назовем их так хорошими совпадениями. Значит, нам удалось вернуть полномочия физической культуры и спорта от Архангельской области в Ниньевский округ. Ну и в связи с этим, значит, принят закон о физической культуре и спорта в Ниньевском автономном округе. Утверждена программа развития физической культуры, спорта и дополнительного образования на последующие годы, 15-й, 16-й, 17-й. Я всё-таки думаю, что вот мамы и папы маленьких ребятишек, которые сейчас смотрели с удовольствием Олимпиаду, вот, я думаю, что они впоследствии дадут своих детей в спорт, занятия спортом. Наверное, вот такой косвенный результат в конечном итоге мы через 5-6 лет увидим. А вот интересное совпадение тоже. Буквально в минувшие выходные наш спортсмен, лыжник Терентьев Александр, выиграл пеперинство России по лыжным гонкам среди юношей, 15-16 лет. Это очень высокое достижение. У нас до сих пор не было такого уровня результатов. Мы будем связывать это вот с проведением Олимпийских игр в России. Да, но всё-таки, тем более, мы на Крайнем Севере живём, и зимние виды спорта для нас очень актуальны. Хорошо, Игорь Павлович, спасибо. А вот следующий вопрос, очень сейчас популярный в моде. В России активно вводится новый комплекс физической подготовки со старым названием ГТО. «Готов к труду и обороне». Как организована или будет организована работа именно в нашем регионе? Есть ли нормативы уже какие-то? Да, 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 я понял вопрос. По ГТО следующее. Значит, принят поэтапный план внедрения комплекса ГТО в Нейском автономном округе, подписанный губернатором Нейского автономного округа. Во все муниципальные образования, все образовательные организации направлены методические рекомендации о том, что и как нужно делать. В настоящее время внедрение ГТО проходит в тестовом режиме. Просто мы рекомендуем всех в рамках учебных занятий, в рамках проведения крупных мероприятий, проводить тестовые мероприятия по ГТО. Сам план рассчитан до 2017 года. То есть мы предполагаем, что к 2017 году уже будет возможность у всех граждан Нейского автономного округа принимать участие в сдаче норм ГТО. Значит, проходили в минувшем году, проходили тестовые мероприятия у нас среди госслужащих. Вот. Ну что, интересно достаточно. Мы проучал ствола более 200 человек. Правда, мы проводили тестирование не по всем нормативам ГТО. Бег и силовые упражнения. Подтягивание у женщин, отжимание у мужчин. Наоборот, отжимание у женщин, подтягивание у мужчин. Скажем так, в беговых дисциплинах результаты не очень хорошие. Не менее по половине участников сдал норматив. А вот в силовых вам практически у мужчин чуть ли не 98% справились с заданием. Но всё равно основной акцент сейчас идёт на школы, конечно. Игорь Павлович, а это будет в обязательном порядке проходить этот комплекс? Я понял, да, это уже не первый вопрос, о чем многие спрашивают об этом. Исключительно добровольное участие. То есть нужно заинтересовывать, как учащихся, как работников, организациям. То есть будут предложены, наверное, некие бонусы. То есть если ты сдал, то вот тебе там премия, выходной лично. Вот так. Ну это, конечно, будет здорово, тем более если на уровне нашего региона. Следующий вопрос уже вошло в традицию в нашем регионе проводить соревнования на Кубок губернатора Ниньского автономного округа. И какой вид спорта будет проводиться в этом году уже, наверное, в таком статусе? Какие соревнования будут проводиться в этом году? Да, текущий год не исключение. В прошлом году проходил у нас Кубок губернатора по боксу. В этом году, 13-15 марта, будет проходить Кубок губернатора Ниньского автономного округа по хоккею. Значит, уже есть проект положения, регламент соревнований составлен. В Кубке губернатора примут участие команды недропользователей, которые чудятся в нашем регионе. Команда «Башнефть плюс», «Лукоилкоми», «Северная нефть» и сборная команды Ниньского автономного округа. Так что приглашаю всех любителей хоккея, не только посетить данные соревнования. Это здорово. Это, наверное, будет опять яркое, красочное шоу, да, как обычно вот устраивается? Да, да, да. Будет шоу, будут мастер-классы для юных хоккеистов, потому что приедут достаточно сильные мастера, особенно «Суфы», «Башнефть плюс». Ведем переговоры как раз с командой. Команда приедет сильная, ну, чтобы посмотреть на самом деле хоккей высокого уровня. Это будет здорово. Я думаю, все жители нашего региона ждут этого. Еще вот, наверное, о наболевшем уже такой вопрос сейчас задают. Планируется ли строительство новых каких-то спортивных объектов, сооружений в нашем регионе и как будут они развиваться тоже? Игорь Павлович, может, откроете какой нам секрет? Ну, это на самом деле не секрет отнюдь. Я уже упомянул об утвержденной программе развития физической культуры и спорта. В этой программе, значит, предусмотрено строительство спортивных объектов, физкультурно-оздоровительных комплексов в селах Нениско-автономного округа. Значит, сейчас строится зал Воксина. Планируется строительство залов в селах Великовисочные, Тельвиска, Ома. И достраиваются спортивные комплексы в НИСИ, в Амдерме. Ну, в Амдерме, конечно, там сложно всё, но я надеюсь, всё-таки закончится долгострой когда-то этот, и будет комплекс. Ну, надо упомянуть, что уже у нас введены в строй 4 комплекса в тех же сельских поселениях. Красное, Коткино, Нельминос, в Нижней Пёше введён. Сейчас, правда, идёт передача прав собственности заполярного районного округа. Мы несколько задерживаем с запуском зала. Ну, тут процедурные вопросы. Я думаю, в ближайшее время мы сможем уже организовать занятия спортом населения Нижней Пёше. И про город, да, город Нуринмар. Планируется построить очень большой многофункциональный комплекс в районе улицы Светлая. Это вот рядом с новым кварталом авиаторов, который отстраивается. Комплекс большой, в нём предусмотрен бассейн, 5 дорожек, во-первых. Во-вторых, значит, большой универсальный зал с возможностью принимать команды любой лиги. И такие вот есть планы в дальнейшем создать команду мини-футбольную, чтобы она могла принимать участие в одной из лиг предприятий Российской Федерации. Первая, вторая, ну, там будут подниматься постепенно. И ещё один зал, ещё одно помещение, многофункциональный зал, там уже для занятий всем, чем угодно, волейбол, баскетбол. Может быть, роллерпарк попробуем сделать. Он будет трансформер, зал-трансформер. Ну, плюс ещё предусматривается в этом же комплексе залы для единоборств тяжёлой атлетики. Ну, такой очень крупный, масштабный комплекс, очень серьёзный комплекс. Игорь Павлович, такой вот ещё спрашивают. А для обычных жителей, может быть, как в искателях спортивных площадок, по мини-футболу, по баскетболу, по игре, планируется проект какой-то строительства в городе у нас или нет? Площадок открытого типа. Открытого типа, да. Знаете, проанализировали ситуацию, были такие идеи. Вот у нас в центре города стоит стадион. В летнее время, я просто постоянно прохожу мимо него, ну, на самом деле он открыт с 6 утра до 21 вечера. Востребованность, на самом деле, вот открытых площадок невелика. Во-первых, суровые климатические условия. Маленький период эксплуатации именно в открытом виде. Поэтому устойчивое мнение моё и моих коллег, что нам всё-таки нужно делать открытые площадки. А открытые на самом деле есть. В городе большой стадион, в районе лесозавода, ну, посёлка, площадка открытая есть. В Вискателях тоже есть площадка открытая. Ну, вот как-то так. Ну, может, было бы актуально как-то посмотреть, переоборудовать те площадки, которые у нас есть, которые в летний период работают. Там асфальт, например. Ну, я понял. Да, вот это есть. Есть такая идея покрыть эти площадки с современным уже покрытием и с учётом внедрения комплекса ГТО выставить оборудование, ну, простейшие турники, брусья, скамьи гимнастические для занятий, для подготовки в тачи ГТО, так скажем. Это в планах. Игорь Павлович, спасибо вам большое за интересную беседу. А сейчас настало время вспомнить о самых ярких спортивных событиях минувших дней и я напомню, что с нами в студии был Игорь Павлович Шевелёв, председатель комитета по физической культуре и спорту департамента образования, культуры и спорта Ниньского автономного округа. В 9-2 с таким счётом хоккеисты из сборной Ниньского округа уступили победу в ледовой схватке гостям из Усинска. На выходных в ледовом дворце Труд прошли товарищеские матчи по хоккею. До столицы Ниньского округа у Синсцы добирались 10 часов по зимнику. Из-за сложных погодных условий и переменной работы дороги об отъезде узнали за полчаса. Как говорят сами спортсмены, в хоккей играют настоящие мужчины, для которых не бывает непреодолимых трудностей. У нас сейчас идёт активная подготовка к спартакеаду Роснефти. И было очень приятно, что получили приглашение именно от Наринмара, старых добрых соседей. Команда нашего общества является уже такими друзьями-соседями, которые постоянно играют именно с этим городом. И уже сложились хорошие, такие очень приятные дружеские отношения. Очень приятно, что много детей на трибунах. Команды держали болельщиков в напряжении, но итоговый счёт 9-2 в пользу гостей округа. Товарищский матч стал своеобразной репетицией. Совсем скоро команды вновь выйдут на лёд в рамках турнира по хоккею на Куба губернатора Ниньского округа. Идея Куба возникла с 7 января, в день зимних видов спорта в Ледовом дворце Труд. Участие в турнире примут команды хоккеистов, компаний, недр пользователей, работающих на территории региона и сборная по хоккей Ниньского округа. Мы с этим соперником уже встречаемся на протяжении лет 10. К ним приезжали чаще, конечно, а сейчас последние два года они к нам приезжают. Как бы некоторых ребят знаю. Некоторые там от нас уехали и у них играют. Команда нам, честно говоря, была по зубам. Наши ребята немножко волновались. Василий Строгов, недавно в прошлом, тренер спорткомплекса «Старт». Теперь играет за команду противника. Побывать на Ринмаре, увидеть старых болельщиков и бывших коллег для него одно удовольствие. Поэтому игру воспринимает не как борьбу, а как интересное приключение. Мы играли на классе, просто парни там играют очень давно, тем более в прошлом году они завоевали среди Роснефти и третье место среди трудовых коллективов России. Так что парни, вот, по-моему, серьезные приехали. В рамках матча спортсмены провели благотворительную акцию. Собрали средства на покупку настольного хоккея для воспитанников детского дома. А в следующий раз команды сойдутся на льду уже 13 марта в борьбе за кубок губернатора Ниньского округа.